Меня зовут Рахмукова Форманова. Я являюсь мастером спорта международного класса парамреснинга. Занимаюсь этим спортом 2010 года. С тех пор являюсь многократным призером, чемпионом Кубка Казахстана, чемпионатов Кубков Азии, также являюсь призером чемпионата мира. Какое из Ваших достижений Вы считаете самым важным для себя? Самым важным достижением я считаю третье место на чемпионате мира, которое проходило в октябре 2018 года в Турции, в городе Анталия. Тогда мне удалось стать третьим. Я шел долго к этому, около восьми лет. И став третьим я действительно оказал самому себе, что на что-то способен, что могу на самом деле. А какие у Вас сейчас планы на ближайшую помощь? Сейчас, не так давно был чемпионат Казахстана, мы выступили, я стал первым, занял первое место, стал чемпионом Казахстана в категории до 90 килограммов. И в мае месяце этого года, то есть через два месяца, у нас будет чемпионат Казахстана, отбор на чемпионат мира, который будет проходить в Алма-Ате. Этот старт очень важен, потому что там разыгрывается путевка на чемпионат мира. То есть победители, они имеют право ехать на чемпионат мира. Что для Вас самое сложное в тренировках, за всю Вашу карьеру? Я думаю, любой бы спортсмен меня понял. Это, конечно же, травма. Травма и травма, потому что, несмотря на боль, нужно идти вперед. Они, на самом деле, являются самым таким тормозящим моментом для любого спортсмена. Стиснув зубы, как говорится, несмотря на различные другие обстоятельства, нужно пахать, пахать и добиваться своих целей. А много травм у Вас было? Было много травм, да. Спорт вообще является таким тяжелым, потому что для армрестлинга самое важное – это суставы, связочный аппарат. Они укрепляются на больших весах. Работа с большими весами, она как раз-таки подразумевает различные микроразрывы, травмы. И это влечет за собой, конечно же, боль. Как Вы поддерживаете свою форму? Есть у Вас определенный режим какой-то питания? Режим питания, конечно, есть. Стараемся употреблять больше углеводов, больше белков. Конечно, углеводы – это сложные углеводы, которые дают нам энергию, запасают нас гликогеном, скажем так, и позволяют полноценно тренироваться по 3-4 часа в день на протяжении, скажем так, трех раз в неделю. Ну и, конечно же, белковая пища, которая снабжает организм именно аминокислотами. Аминокислоты – это наш строительный материал для наших мышц, это очень важно. Что бы Вы посоветовали спортсменам, подросткам, может быть, детям, которые только начинают свой путь? Я бы посоветовал бы им выбрать то, что им нравится, это в первую очередь. И, конечно же, выбрать правильного тренера, потому что от тренера зависит многое. Это минимизирует, конечно же, травмы. То есть грамотный подход тренерский улучшает именно техническое развитие спортсмена, уменьшает количество травм. Тренер – это второй отец, скажем так, или вторая мать, которая поможет и психологически, и морально поддержать. Я считаю, что самое важное – это хороший тренер. Тренер – это хранить А strip. Кто, 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 кто? Продолжение следует...